Всем привет! В эфире Универньюз. С вами Аделья Шамилова. Сегодня в выпуске. Юные химики КФУ добились очередной победы. Университет готовится к неделе вакцинации. Почему лихорадит российскую экономику? В Высшей школе журналистики и медиакоммуникации КФУ стартовал проект «Медиа средообитания». На что действительно способны правильно подобранные слова, расскажет наш корреспондент. В Высшей школе журналистики прошли дискуссии на тему об игроках и жертвах публичности. Главные редакторы казанских СМИ, представители следственного управления, прокуратуры и МВД по республике Татарстан встретились, чтобы обсудить проблему наличия персональных данных в материалах журналистов. Также в число участников круглого стола вошла и председатель Союза журналистов Татарстана Рима Ратникова. На мероприятии обсудили, что прокуратура выступает за то, чтобы в публикациях было как можно меньше информации о персональных данных человека, а также, чтобы журналисты соблюдали правила презумпции невиновности каждого гражданина страны. Что касается каких-то персональных данных, то в этих проектов релизах нет и минимальное количество тех сведений, которые необходимы, собственно, журналистам для подготовки к публикации в следствии массовой информации. О креативности и секретах успеха рассказал студентам телеведущий актер Михаил Борисов. О самых ярких моментах встречи расскажет Влада Антонова. 11 апреля в шоуруме Казанского федерального университета свой мастер-класс провел телеведущий, актер и член жюри фестиваля созвездия «Юлдозлык» Михаил Борисов. Мастер-класс он начал с рассказа юным журналистам о своем творческом пути. За плечами у Михаила Борисова огромный опыт. Большую часть своей жизни он посвятил телевидению. Там он работает уже более 55 лет, 23 из которых ведет всеми известную передачу «Русское лото». Я пришел на телевидение 12-летним мальчиком в детскую редакцию. Я был вот этим маленьким артистом, которых вы очень часто видите на телевидении. В конце мастер-класса Михаил Борисов пожелал студентам Высшей школы журналистики создавать свои интересные программы, быть более креативными и интересными. Влада Антонова, Ленар Девлетьяров, Универньюз. С заключительного этапа Всероссийской олимпиады по химии вернулись с победой. Сразу трое ребят из IT-лицея Казанского федерального мы встретили с юными учеными и их наставниками, чтобы узнать, каким трудом удалось добиться столь блестящего результата. На базе Северного Арктического федерального университета имени Ломоносова состоялся заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по химии. За победу боролись 256 старшеклассников из 60 регионов страны. На протяжении недели юные ученые соревновались в двух турах – теоретическом и экспериментальном. Участники проверили свои теоретические знания, решая задачи повышенной сложности. Провели ряд практических опытов во время экспериментального тура. Посетили несколько профильных предприятий и пополнили свои знания об истории Севера на многочисленных экскурсиях. Казанский федеральный университет представляли 8 учащихся из лицеев имени Лобачевского и IT-лицея КФУ. Трое учащихся IT-лицея Казанского университета принесли команде Татарстана призовые места. В олимпиаде участвовать довольно просто, если разбираться в материале. Но задания, конечно, были и тяжелые, но я думаю, что со многими справился хорошо. Готовились мы очень долго, начиная с 9 класса. Мы уже все занимались упорно химией и занимались этим очень долго. Даже на каникулы бывало то, что мы приходили сюда и учили. Безусловно, труд педагогов сыграл в победе немаловажную роль. На мой взгляд, самое нужное для олимпиадников – это иметь химические руки, голову химическую и интуицию, что очень даже важно. И ребята в 7-8-9 классах работали со мной. Спустя годы нам помогал Балматенков Дмитрий, помогал химический институт. И эта победа, возможно, победа всех наших детей и преподавателей. Победители и призеры заключительного этапа получают диплом, дающий право поступления при наличии аттестата, без экзаменов, в любой университет России по профилю Олимпиады и награждаются специальной премией правительства Российской Федерации. С 23 по 29 апреля стартует неделя иммунизации, где все желающие от 18 лет и старше смогут сделать себе прививки от различных болезней. Наш корреспондент Анна Гузунова посетила университетскую клинику «Казань» и пообщалась с врачом. Подробнее все жить. О том, что такое прививка, мы знаем еще с детства. Сначала нам ее делали при рождении, потом, когда мы пошли в садик и в школу. А так ли необходима нам прививка на самом деле? Многими специалистами во всем мире вакцинация признана эффективным методом борьбы с многими инфекционными заболеваниями. В связи с этим с 23 по 29 апреля будет проходить Всемирная неделя иммунизации, к которой присоединились уже многие страны. За эту неделю в университетской клинике «Казань» планируется привить около 200 человек от краснухи, кори, столбника, гепатита и многих других болезней. Я считаю, что наши прививки отечественные даже лучше, потому что мы доверяем своему контролю, проверено это все. Всемирная неделя иммунизации призвана привлечь внимание к тем коллективным действиям, которые необходимы для защиты каждого человека от болезней, предупреждаемых с помощью вакцин. Люди, которые не были привиты в свое время по случаю болезни или отъезда, могут прийти и сделать это на неделе иммунизации. Анна Глазунова, Владимир Нелюбин, Универньюз. Астрономическая обсерватория Казанского федерального университета готовит программу мероприятий «Катню космонавтики». Все желающие смогут познакомиться с историей обсерватории, посмотреть на звезды и узнать много всего интересного. 12 апреля в обсерватории Казанского федерального университета пройдут мероприятия, посвященные 57-летию полета Юрия Гагарина в космос. Гости отправятся в путешествие по звездному небу. Все желающие смогут познакомиться с историей обсерватории, узнать принцип работы армиллярной сферы и солнечных часов, увидеть уникальные старинные телескопы и другие астрономические инструменты. Начинается отмечание Дня космонавтики не с показом звездного неба, а с того, что будет днем уже осуществляться экскурсия по астрономической обсерватории, показываться телескопы, музей, который у нас имеется на территории. После захода Солнца при условии ясного неба посетители обсерватории смогут понаблюдать за звездами телескопа. Также звезды можно увидеть и в местном планетарии. Напомним, что в прошлом году обсерваторию посетило от 3 до 5 тысяч человек. Астрономическую обсерваторию все желающие смогут посетить 12 апреля до 10 вечера. Влада Антонова, Ленарда Влетьяров, Универ Ньюс. Рубль падает в цене, но нефть дорожает. На этот раз причиной лихорадки российской экономики стали американские санкции. Разбирался в ситуации Олег Кашин. Пока весь политический мир затаил дыхание в ожидании развития сирийского конфликта, российская экономика пошатнулась. Рубль падает в цене уже третий день подряд, несмотря на растущие цены на нефть. 11 апреля доллар превысил отметку в 64 рубля. Впервые с 5 декабря 2016 года. А курс евро на несколько минут поднялся выше 80 рублей. Если ничего негативного происходить не будет в ближайшее время, да, и ситуация будет, накал ситуации будет спадать, то и рубль несколько укрепится. Не до того уровня, который мы имели на прошлой неделе, но, тем не менее, укрепится по сравнению с тем, что есть сегодня. Падение российской валюты началось после введения властями США санкций в отношении нескольких российских бизнесменов и компаний. Активы, попавших в кремлевский список, суммарно подешевели на 12 миллиардов долларов 9 апреля. Под санкции попала компания «Русал», крупный производитель алюминия. Акции этой компании упали в цене после объявления возможного технического дефолта. А 11 апреля сразу две биржи, Нью-Йорка и Лондона, ввели для «Русала» временное ограничение на торговлю металлами в связи с санкциями США. Руководство компании заявило, что разрывает отношения со многими своими партнерами, при этом не уточняет сроки возобновления деловых отношений. Положительные стороны, наверное, всегда есть. Это, в первую очередь, помощь российским компаниям, которые работают на внутренний рынок или на экспорт. Девальвация национальной валюты всегда создает конкурентные преимущества для национальных производителей. В крупных городах России начали массово скупать иностранную валюту, но эксперты рекомендуют не паниковать из-за колебаний курса. В ближайшее время все же возможно укрепление российской валюты. Олег Кашин, Универньюс. Это были все новости на сегодня. Следи за последними событиями вместе с Универньюс. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...